Девушки отдыхают Андрей, вот вчера буквально с твоим тезкой, с Макаревичем общался, сказал, что у нас будет эфир, он говорит, обязательно поговори с Державином про его детей, у него талантливые дети. Я понял, мы в прошлый раз, год назад, поговорили про сестру, про родителей, про детей-то ты вот не рассказал. Ну что ж, действительно, я с большим удовольствием, если есть такая возможность, хочу сказать, что у меня двое детей, у меня взрослый сын и маленькая дочка. Сына зовут Влад, он занимается музыкой, причем очень рано начал ей заниматься. Какой-то такой у меня проснулась тяга вот к этому и сейчас продолжает заниматься и делает очень интересные проекты музыкальные. Ну они, знаешь, такие, такая музыка непростая, скажем, но очень интересная. Ну что это непростая, что это по жанру? Вот я затрудняюсь, наша прошлая с тобой программа, я помню, я смотрел, она называлась «Я не делю музыку на жанры». Мы одно слово потеряли, для себя, потому что, понимаешь, да, потому что, вообще-то, конечно, она делится на жанры, но для себя. Ты знаешь, она очень интересная, эта музыка, она чем-то, ну если сравнивать, да, если проводить параллели, она чем-то напоминает радио-хэт, чем-то напоминает, вот такого плана она. То есть британская вот эта тема, да, в рок-попе? Такая, она даже, может быть, еще больше уходит в альтернативу. Вот, потом я для себя обнаружил удивительные вещи, они любят поиграть, скажем, Баха. А нет, кто у него, коллектив? У них называется это «Союз», в общем, группа называется, проект называется «Истинг-соу», вот, играют здорово, нагло, громко. Так, дочка, дочка маленькая, зовут Анечка, ей 9 лет. Анна Андреевна. Анна Андреевна, она представляется по-разному, например, когда-нибудь придем с ней в программу, к тебе, и она может сказать, что ее зовут Ариэль, будь готов, может сказать, что ее зовут Нюша, может сказать, что ее зовут Монстрова и Принцесса, тоже, так что, ну... Креативный ребенок. Более чем. Пишет рассказы, рисует с иллюстрациями, все это у нее сразу происходит, она очень хорошо рисует, очень хорошо сочиняет, рассказывает не просто, вы знаешь, какая-то вот лабуда, а такие энциклопедические. То есть, если мы пишем про, предположим, на смолоедах, вот, там, знаете ли вы, кто такие смолоеды? Живут они там-то, там-то, первая глава, где живут, вторая, чем размножаются, чем питаются, понимаешь, да, все по главам, по страницам. Очень красивый рисунок, жалею, что не взял с собой. В следующий раз, в следующий раз обязательно возьми с собой. Обещаю. Ты про лето упомянул, я сразу за это ухвачусь, потому что мы с тобой беседовали прошлой зимой, в конце 13-го года, и ты как раз тогда объявил о том, что возвращаешься к сольным проектам. То есть, машину времени не кидаешь, но сольную свою историю возобновляешь, и я, насколько понимаю, все лето, это слово «чес», правильно это называется, то, что было. Я действительно вернулся, да, к своему проекту, и все лето ездил, выступал на разных мероприятиях, это были и дни городов, и какие-то там другие мероприятия, мне очень понравилось, публика замечательно принимала, помнят. Да, да, помнят, да, конечно, помнят. Подпевают, это радует. А вот, то есть, ну, материал вот тот, вот там, Алиса, да, вот, была Алиса, нет? Да, да. Алиса ведь ассоциируется у многих с Костей Кинчевым. Кстати, у группы «Секрет» тоже песни «Алиса». Кто из вас раньше написал «Алису»? «Секретовцы» написали раньше. У них раньше было, да? «Секретовцы» раньше, совершенно верно. И, честно говоря, вот я могу открыть «Секрет» про «Секрет». Давай. Да, я люблю это делать. Я, правда, давно это уже рассказал самим «Секретовцам», что, когда мы сочиняли вот эту песню нашу про Алису, то, конечно... А ты говоришь, когда мы, ты кого имеешь в виду? Ты давай ее как-то... Ну, я сочинял музыку, Сережа Костров, стихи. Да, стихи, да. Как обычный «Сталкер» у вас такой был, Лена Маккартна такой. И вот сочинялась такая песня, и я говорю, Сереж, а можно будет Алиса? Он говорит, почему? Я говорю, мне это так нравится, вот песня «Секретовская», «Алиса умеет вязать», «Алиса одна вечера». Замечательно. Он говорит, да. Ну, так случилось. Что он уж хотел написать, там, я не знаю. Ну, ты бы рассказывал, да? Да, то есть там и Леонидов, и Паминка знают, да? Рассказывал. Про эту историю. Они отнеслись к этому одобрительно. А мне тоже, кстати, один из товарищей наших общих недавно рассказывал, Валерий Чуткин. Я от него совершенно случайно знал, что он чуть не оказался тоже в своем время в машине времени. И он как раз очень пел дифирамбы тебе. Он сказал, что Державин придал звучание очень многим песням совершенно вот как бы новое. И, то есть, вот песни заиграли. Я-то как потребитель воспринимаю. Для меня песни и песни. Там песни группы «Сталкин», песни группы «Машины времени». Я же не понимаю, кто туда что внес. Вот, а что ты внес-то? Что это? Прекрасный вопрос. Ты задал прекрасный вопрос. А Валера, мне очень приятно, что он это отметил, потому что мнение Валеры для меня... В эфире? Это где-то не в куларах было. Это прямо было в эфире по-честному. Двойне приятно. Мнение Валеры для меня очень важно, потому что он замечательный музыкант. Он таких, как он... Да, про кукушку и петуха мы знаем. Он настоящий музыкант. Скажи, вот, мне интересует чисто технический вопрос. Ты делал эти аранжировки, ты с командой советовался, или это просто тебе дали карт-бланш, вот, Андрей, вещь, сделай из нее вещь еще лучше. Как эта работа происходила в коллективе? В какие-то моменты советовался, в какие-то моменты команда доверяла. И, в общем, я старался не навредить. Вот самое главное, чем я руководствовался, не навредить. Потому что в ту фактуру, которая есть музыкальная, да, можно ведь навалить чего угодно, там, клавишного, да, и... Либо получится... Ну, не будем называть что-то. Я старался как-то вот увязать все так, чтобы не мешать. Не мешать звуку и гармонии, что самое важное. Потому что, допустим, мне кажется, там чужая свадьба, да, это вот такой вот, ну, совсем-совсем державен. То есть, вот, Ильяш, вот ты как профессионал, меня поправь, если я говорю несуразные вещи. То есть, вот сложно представить себе чужую свадьбу, и чтобы там в кутиках играл там... Конечно, практически невозможно. Нет, ну я серьезно. Я тоже. Нет, и ты... Ну, мне сложно говорить о себе. Ну да. А придется. Придется. Придется, потому что здесь больше никого нет. Я понимаю. Нет, что нет. Ну, я думаю вот, вот как, что, конечно, вкусы разные. Ага. И не всем нравится, скажем, в моей песне. Но видишь, я как... Не всем в коллективе или... Вообще. В аудиторе. Да, понятно. Я тебе больше скажу, не всем в мире. И вот над этим я сейчас работаю. Работаешь ты ведь еще и над новым... Или DVD, или винилом, или над тем или другим. Да, все гораздо проще. Так. После почти 20-летней паузы... 96-й год, по-моему. 96-й год выходила пластинка. Да, выходила пластинка. 18 лет, да. После вот такой длительной паузы, наконец-то, решил я выпустить CD. DVD, и поскольку сейчас очень большое, так сказать, популярность очень большую набирают виниловые пластинки, особенно хорошие виниловые пластинки, у многих дома появились проигрыватели. Дертушки, как они назывались, да. То, конечно, и на виниле тоже. Ну, значит, я так понимаю, что DVD не будет, да, какого-то? Я пока не знаю, но на DVD, наверное, вот посоветуй мне, что лучше выпускать на DVD, какие-то концертные версии или собирать туда какую-то клиповую историю? Мне кажется, что концертные версии сейчас вот как-то актуальны. Я помню, вот ваш юбилейный концерт, я в твоем фейсбуке совершенно был потрясен фотографией со сцены, а потом там были выложены фотографии, когда ты снимаешь на айфон зал. Да, да, да. Ну, знаешь, да, вот технологии, да? Между прочим, это потрясающе. Раньше надо было фотографов специально обученных людей, а сейчас человек одной рукой наклажет, второй жмет на... Только не рассказывай коллегам, потому что... Меня будут ругать. Я должен был двумя руками в этом месте играть. Но такой снимок невозможно было не сделать. Когда ты стоишь на сцене, когда зажигаются прожектора, а ведь это открытая площадка была, и там было людей, наверное, зрителей, ну не знаю, тысяч 70, а может быть и 100. И в какой-то момент вот наступает прямо вот желание это запечатлеть. Да, ну у тебя вот те фотки, которые делались из-за аудитории, то есть у тебя такое счастливое лицо, но у тебя часто с айфоном абсолютно счастливое. Здорово, здорово. Знаешь, какая мне еще пришла идея? Если мы будем чаще встречаться, можно выпустить на DVD наши встречи. Хорошая идея, надо будет подумать об этом. Вот, кстати, к вопросам о детях, я ведь подумал, что вот у тебя сын занялся музыкой, и только у Валера Ефремова, тоже музыкант. Да, и очень успешный. А у всех остальных почему-то совершенно, казалось бы, да, у Макаревича, он в актеры пошел, у Маргульса, в бизнес. Ты знаешь, что, извини, что я перепил, у Андрюши Ваня очень музыкальный, и он замечательный барабанщик, и он играл на барабанах в спектакле, я забыл, в каком театре я ходил на этот спектакль, и они с моим сыном дружны, и когда Ванька не мог, мой приходил и играл эти же партии на барабанах. Они все друг друга знают, и у них очень хорошая компашка. Можно было собраться вместе, да, устроить такой вот... Это тоже, кстати, хорошая идея, вот-вот для DVD-то, лучшая идея, чем ты предложил. Так, ну вопрос, который не для всех звучит, скажем так, ожидаемо. Новый материал. Прекрасный вопрос. Да. Я ждал этого вопроса. Он есть, его нет, его не... Сейчас с собой нет. Вообще у меня такая есть идея. Вот как только... Поскольку мой проект сейчас находится в стадии, значит, вот, скажем так, как... Подбери какое-нибудь слово, вот когда вот он... Релонч. Рек, рек. Ты знал. Перезапуск, ты знал. Перезапуск, да. Вот, вот, вот как только... Андрей Державин, перезагрузка. Так. Как только появится немножечко свободного времени, и вот такое должно появиться еще желание этим заняться, вот прям сесть в студию, материала полно. Причем есть пара альбомов, которые совершенно отличаются от того, что я сочинял раньше, что я сочинял для кино, что я сочинял для мультиков, для театров и так далее. Ну, например, одна из этих песен, она вошла в альбом «Машина времени», называется альбом «Машинально», а песня называется «Эти реки никуда не текут». И вот такие песни, они как-то откуда-то брались, и они, значит, лежат для какого-то проекта, да. И вот как назвать этот проект, я пока не знаю, но они уже в стадии практически готовых. Надо только свести, ну, знаешь, где-то там бэк-вокал, где-то какой-то инструмент солирующий дописать, то есть вот закончить, последние штрихи. Я не хотел с этого начинать, мне давали советы, говорили, запиши сейчас, выпускай, выходи с новым материалом. А потом мне, значит, как-то близкие друзья сказали, ты знаешь, наверное, не стоит этого делать, потому что те люди, которые ходят к тебе на концерт, они знают тебя вот по этим, по этим, по тем песням, которые ты исполнял раньше. Будет очень странно, если люди придут в зал, и все песни будут незнакомы, ну, по крайней мере, первое отделение. Я прислушался к этому совету, вот. Ну, и второй аргумент для меня был тот, что моя дочь вообще не знает, чем я раньше занимался. То есть, когда она увидела меня по телевизору, а, по-моему, это впервые было в твоей программе, она с удивлением смотрела и говорила, папа, а что ты там делаешь? Понимаешь? То есть, я же должен выйти во всей красе. Нет, ну, конечно, но те вещи, которые, вечные ценности, о которых пела Дежавя и группа Сталкер, они могут как бы, вот, знаешь, есть слово ремейк, да, в кино, а в музыке это просто называется новая аранжировка. И в новой аранжировке, чтобы это звучало по-новому. Вот все номера музыкальные, которые мы упомянули сегодня, разговаривали, может быть, я что-то забыл. Я знаю, что у тебя, вот, Катя Катерина, почему ты не любишь, да, эту песню? Люблю, почему? Люблю, да? Я люблю все песни, которые я исполняю. Да? Нет, понимаешь, ну, невозможно так. Если ты уже, если уже это записано, то это надо либо стереть, чтобы, если ты не любишь, а если это не стерто, ну... Ну, ты сказал про новый материал, что там вот, ты понимаешь, что там нужен какой-то солирующий инструмент, бла-бла-бла, а ты собираешься, кстати, у сына и его команду привлекать для... Очень интересная мысль, я об этом не раз думал, серьезно. Ну, между прочим, сын прикоснулся тут недавно к моей работе, я ведь, вот то, что называешь новыми аранжировками, на самом деле это немножечко не так, это... Эти песни я перепел, вот старые песни я перепел, то есть спел сегодня, как я их чувствую, и те же самые аранжировки, только сыграл, допустим, в тех местах, где играл синтезатор, партию струнных, сыграли струнники, ну, какие-то такие вещи я себе позволил, мне хотелось этого. Там живые гитары какие-то, я очень люблю всегда бас-гитару, например, партию бас-гитары, и там можно было позвать великолепных музыкантов, они играли. Так вот, сын зашел и говорит, слушай, мне очень нравится... Мы записывали песню «Когда ты уйдешь». Древняя-древняя, она еще 86-го года сочинение, эта песня. И мы записывали эту песню, он пришел и говорит, слушай, вот, ну что, можно я тебе сыграю здесь вот в припеве? И он меня сыграл в припеве, ты знаешь, это удивительно, как они мыслят. То есть, вот ты можешь себе представить, что мы сейчас сидим, вот у нас студия вот такая, да, и ее видят наши зрители по телевизору. Вдруг она разъезжается до невероятных размеров, понимаешь, да? То есть, и потом так в конце снова. Вот что это было, знаешь, гармония, просто во все стороны. То есть, там, конечно, в голове очень интересные идеи крутятся. Надо использовать этот потенциал. Я думаю, что к нашей следующей встрече, ты что-нибудь... Посмотри, мы прошло разговаривали, да, про завершение сольной карьеры. Летом Державин солировал. Вот сейчас мы проговорили про новый материал. Я думаю, к следующей встрече что-нибудь должно быть обязательно. А у нас новая традиция. В программе мы... Интересно. Заканчиваем игрой в правду. Значит, как это выглядит? Здесь четыре фишки разных цветов. И на карточках написаны вопросы. Группа вопросов есть на подумать. Откровенные, неловкие. Если тебе белая карточка попадет, то я сам тебе чего-нибудь либо спрошу, либо карточку какую-нибудь выделю. Практически я все понял. Да, значит, вытягивай фишечку. Желтый. Желтый. Любую желтую. Любую. Ну, да, первую возьмем. Неловкий вопрос. Вам случалось обсуждать фильм, книгу, которую вы на самом деле ни разу не читали, не смотрели? Что это было? О, так это не неловкий, это прекрасный вопрос. Случалось. И я себя, конечно, неловко чувствовал. И это было стимулом к тому, чтобы прочитать. Да, кстати, да. Очень здорово. Ну, это, наверное, с кем-нибудь из коллег-музыкантов, типа, слушал мой новый альбом. Нет, 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 абсолютно не обязательно. У меня, например, есть друг, который бывший военный. Вот, такой тыловик. И я всегда думал, что военные, это, ну, как бы, скажем, люди с определенной направленности. И тут вдруг мы с ним разговаривали, на берегу моря, и он мне стал цитировать Достоевского. Которого ты не читал? Нет, достоевского я читал, ну, ты же понимаешь, даже какие-то вещи. Он говорит, а вот это ты читал? Я говорю, слушай, я не помню. А, кстати, на Достоевском мы склеснулись, а он мне процитировал Морла. Прямо, я говорю, ты когда-нибудь читал? Я говорю, слушай, никогда. Прочти немедленно. Вот ты читал Морла? Нет. Прочти. Теперь про студию. Теперь про студию. Письма незнакомки, очень хорошие, кстати. Во. Пропиарили. Ну, подожди, ну, вон. Голубую, голубую карточку любую. Вопрос на подумать. Вы и правда верите, что ваша карьера успешна? Сам придумал. Ни один из них сам не придумал. Отлично, кстати, это очень часто попадает в вопрос. Слушай, мне грех жаловаться, на самом деле. Вот если, если можно благодарить вот сейчас в студии Всевышнего, то я благодарю, потому что, конечно, мне так повезло, что, во-первых, я смог заняться музыкой, которую любил с детства. Во-вторых, я столько замечательной музыки с такими прекрасными людьми переиграл в своей жизни. И я не хочу останавливаться на достигнутом. И не надо? Опять желтый. Хочешь другой достойный? Нет, нет, давай желтый. Все почесно. У нас все почесно. Так уверенно сказал, будто я пальцами чувствую свет. Неловкий вопрос. Выгоняли ли вас из клуба-ресторана? За что? Отличный вопрос. Ловкий. Выгоняли. И знаете кто? Это были мои родители. Я учился в 10-м классе и работал в ресторане. Музыкант. В то время ресторан, это было еще при советской власти, в городе Ухтам. Значит, в то время ресторан был для людей одновременно. И филармонией, и концертным залом, и театром, понимаешь. Да, люди красиво одевались, вечером приходили, заказывали столики, садились за стол. Это было единственное место, где они могли хорошо себе там приобщиться. Цветные фонари, какие-то шампанские, и оркестр, конечно. Для людей. Но для советских граждан ресторан, как говорила Нонна Мордюкова, помнишь, да? Что советские граждане в такси, на такси не ездят. Так вот, советские граждане в ресторан не ходят. Это было место, конечно, разврата, ну и так далее, понимаешь. И вот в эту трясину я попал с большим удовольствием, кстати, для себя. Но это тайком было, потому что я знал, если мои родители узнают, что я там играю, то у отца очень крепкая рука, и мне бы досталось по полной. Какой же я был наивный, представляешь? А мы жили на улице Мира, а ресторан находился там в 500 метрах. Это надеялся, да. А там идешь... Вечером оттуда несется музыка. В общем, однажды, значит, однажды, картина была такая. Такая вечер, начало вечера, гаснет свет, зажигается шарик. Мы играем, у нас состав был такой, значит, барабанщик, басист, саксофонист, и я на рояле. А, на рояле? Да, клавиши я что-то не купил. Люди в зале, мы играем. Играем пьесу «Филинс». «Филинс» на саксофон. И вот там у меня соло должно быть. Саксофон солирует, ну, какой-то на фортепианное. И в этот момент я боковым зрением вижу, что в проеме стоят мои родители. Оба двое. Сестру младшую еще привели. Она маленькая. То есть вот эта совесть стояла в проеме. А сестру, понимаешь, да, дядь, чтобы мне еще стыднее было. Я в ужасе. У меня все обрывается. Я играю соло на автопилоте. Сам думаю, бить-то сразу, наверное, папа не будет, потому что неудобно. Но я закрываю крышку роялем. И молча ухожу со сцены, потому что сцена не мая. Значит, мои так, а соло уже играет саксофонистом, он так дует и с удивлением так смотрит, куда я пошел. А как звучит музыка, ты примерно понимаешь, да? То есть под бас... Под эту похоронную музыку я ухожу домой. О, Господи, я не... Это отличная история для книжки. Сцены и глаз в тот момент. Да, я бы тебе должен был подарить книжку «Времени машины» про машину времени, но я исхожу из того, что все, что там написано, ты уже знаешь, поэтому я дарю тебе книжку «24 кадра правды про». Здесь беседы с киношниками, не с музыкантами. Отлично, я очень люблю кино. Поскольку предыдущая наша беседа вошла в книжку «Времени машины», то это войдет в какую-нибудь, я надеюсь, сегодняшнюю. И надеюсь, что она не последняя. Спасибо. Почту за честь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok